Люберецкий краеведческий музей наполнился душистым ароматом флоксов. Любители этих ярких и необычных цветов организовали очередную выставку. Чем на этот раз удивили люберчан столичные селекционеры, узнаете в нашем следующем репортаже. Мираж, Олимпиада, голубые мечты. У этих необыкновенных цветов даже названия красивые. Цвета и формы настолько разнообразны, что кажется, это абсолютно разные растения. Несмотря на то, что лето в этом году наступило довольно поздно, и проливные дожди отразились на внешнем виде многих садовых цветов, флоксы все-таки выглядят прекрасно. На этой выставке мы представили где-то примерно 75 сортов и сеянцев флокса метельчатого. Это всегда очень привлекательно для посетителей посмотреть и для себя понять, что им нравится, что новое, что куда подвинулось. Иногда они не представляют о том, какие новинки бывают в селекции флоксов. А новинок в этом году огромное количество. Одна только Вера Борисова привезла 18 авторских сортов. Вот, например, Полина и Анфиса. На улице эти флоксы меняют цвет. Наиболее красиво они, кстати сказать, рано утром. Очень рано, когда только восходит солнце. Но и вечером тоже вот эта вот замечательная синева загадочная проявляется. Уникальна эта выставка тем, что здесь можно не только полюбоваться красотой и насладиться ароматом этих цветов, но и пообщаться с профессиональными садоводами, которые дадут дельные советы по выращиванию флоксов. В Москве не всегда можно таких людей встретить. Вот они дают консультации по посадке, по уходу. Если есть желание, как их можно разводить, как заниматься селекцией самому. То есть это достаточно и как образовательная выставка. В Краеведческом музее выставка флоксов уже стала летней традицией. Пятый год подряд лучшие селекционеры Москвы привозят в Люберце результаты своей работы. Только оценить их можно в течение двух дней. Дольше срезанные цветы стоять не могут. Луиза Егия-Зарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.